МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире новостная служба студии Монмартер. Сегодня в программе. Студия экспериментального кино приступает к съемкам сериала. Уральский проспект. Что изменилось за месяц? Калинка-малинка на Мальте. С какими злыми силами взговали производители чипсов? В школу пешком за 5 километров. Истории от создателей поколения Х. Тучи спустились над городом. Погодные явления, экстренное предупреждение МЧС и желтый дым до дни с ним Тагила. А теперь обо всем поподробнее. Студия экспериментального кино приступила к созданию сценария молодежного сериала. Какова идея? Кто главные герои? И где пройдут съемки? Расскажет наш корреспондент. Здравствуйте, Алина. Вы правы. Съемки сериала в наших планах. Но для начала о прошедших съемках и о том, что можно будет увидеть в ближайшее время. Итак, мы продолжаем блог-передачу о легендах нашего города. За прошедший месяц в этой рубрике мы сняли фильм «Паровозная история России», где рассказали о создателях первого русского паровоза. И выяснили, где черепановы потерпнули идею своего детища. Снят короткометражный фильм под названием «Сильные впечатления». В настоящее время он находится в монтаже. Там же и очередная серия юмористических миниатюб, которые можно будет видеть на канале в ближайшее время. А теперь о предстоящих событиях. Студия экспериментального кино приступает к созданию молодежного сериала, герои которого будут наделены своими особенностями характера, тайными недостатками. Мы не будем рассказывать секретов, но можем сказать точно, что зрители будут с нетерпением ждать каждой новой серии. Вместо действия нижний таким зрители узнают знакомые места, увидят на экране знакомые лица, но будут откровенно удивлены происходящими событиями. Захария Чарна, специально для РСО и службы студии «Мурмандр». Уральский проспект. Наш корреспондент наблюдает за ходом работы и готов рассказать все секреты происходящего. Здравствуйте, Алина. Ровно месяц назад мы уже снимали сюжет о дорожно-строительных работах по Уральскому проспекту. Сегодня мы посмотрим, какие произошли изменения за прошедший период. Мы видим готовую полосу дороги, полностью заасфальтированную и способную принимать транспортный поток по направлению к Мунинским прудам. На полосе встречного движения в настоящее время активно ведутся строительные работы. Проведена утрамбовка засыпанной части и началось асфальтирование. Начнем с нетерпением завершения работ. Смертный фигур специально для новостной службы студии «Монмартр». Калинка-малинка вдоль Попитерской валенки звучат в октябре на Мальте. Подробнее о средиземноморских приключениях русской культуры в нашем сюжете. 7 октября эстрадно-доховой оркестр Нижний Тагильской пилармонии «Тагил Бен» в честь 65-летия президента Российской Федерации Владимира Путина исполнил на Мальте песню «Калинка-малинка». Публика отнеслась к выступлению наших музыкантов очень доброжелательно. Сейчас музыканты находятся в городе Бурживо, где примут участие в фестивале русской культуры. Фестиваль русской музыки на Мальте «Тагил Бен» будет исполнять «Золь Попитерской», «Валенки», а также музыку из популярных отечественных и зарубежных фильмов. Это не единственный музыкальный коллектив из Нижнего Тагила. Еще есть два танцевальных коллектива из Екатеринбурга. Специально для службы новостей Терещенко Анна. С какими злыми силами в сговоре производители чипсов? Чем вредны пищевые добавки для нашего организма и каких знаков на упаковке стоит опасаться при выборе продукта? Расскажет наш корреспондент. Здравствуйте, Алина! Сегодня я хочу вам рассказать о влиянии некоторых пищевых добавок на организм человека. Большинство продуктов в наше время не обходятся без пищевых добавок. Рассмотрим вопрос, как эти добавки влияют на наш организм. Пищевые добавки вызывают аллергическую реакцию и индивидуальную небезносимость вещества. Ни одна искусственная пищевая добавка не может принести пользу организму человека. Они либо безвредны, либо пагубно влияют на работу отдельных органов или на весь организм в целом. Рассмотрим некоторые примеры. Добавка Е621 или усилитель вкуса бутематрия чаще всего встречается в чипсах и сухариках. Данная добавка очень опасна для детей, вызывает головную боль, перевозбуждение, тошноту. Может привести к таким болезням, как аутизм, диабет, болезнь Альцгеймера. Во многие сладости входит пищевой стабилизатор Е476. При чрезмерном употреблении продуктов с добавкой Е476 может наблюдаться увеличение размеров внутренних органов, таких как печень и почки. А также может проявляться нарушение обменных процессов в организме человека. Будьте внимательны в выборе вкусняшек. Не травите свой организм. Саламатова Алена специально для новостной службы студии Монмаш. Совсем недавно начался новый учебный год. Каждое утро в школу нашего города идет много школьников. Чаще всего ребята посещают школы, которые находятся недалеко от дома. А если школа расположена далеко от дома, детей привозят родители на автомобилях или школьные автобусы. Многие пользуются общественным транспортом. Учатся современные ученики в просторных и светлых классах. Для получения знаний они пользуются не только учебниками и книгами, которые выдают в школах и библиотеках, но и с помощью компьютера и интернета. А как же учились наши бабушки и девушки? Давайте спросим. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы пригласили мою бабушку, Любовь Петровну. Здравствуйте. Для того, чтобы узнать, как в те времена ее детства ребята ходили в школу. Вы помните, как вы ходили в школу? Да, конечно. Наши были замечательные дни, когда я готовилась к первому классу. Мы покупали свои учебники, тетради, ручки, пеналы. Это мы покупали все сами, складывали свой красивый портфель. Портфель у нас находился черный, с двумя расселениями. И туда мы складывали свои учебники. Какие у вас были особенности в классах? Вот я сейчас хочу показать фотографию. Там где-то сравнивалось 4 класса в одном помещении. Так, вот смотри. Это у нас, значит, первый класс, второй класс, третий класс и четвертый класс. Вот здесь находится твоя бабушка, вот здесь находится мой брат в четвертом классе. И наша учительница Мария Портфельевна преподавала в одно время 4 класса. Ее всегда успевала. И на уроках была тишина. Как? Все 4 класса в одном кабинете? Да. 4 класса в одном кабинете, но никто никому не мешал. Она очень умело могла вести уроки. Она давала занятия первому классу, в это время четвертому, либо третьему. И всех одновременно проверяла. Это было очень интересно, но самое главное, мы не мешали друг другу. А какая у вас была форма? А форма у нас была коричневая. И обязательно черный фартук. А в торжественные праздничные дни был белый фартук. Но обязательно каждый день мы должны были приходить с белыми воротничками и с белыми манжетами. А какие мы ручки мы не написали? Ручки у нас были очень интересные, не как сейчас. Были ручки пером и чернилица. И вот мы каждый раз приходили, учительница наливала чернилицу, чернила. И мы аккуратно макали, чтобы клякса не было в тетрадке. И аккуратно старались писать. У вас были в школе обеды? В школе у нас были обеды. Мы хорошо помним нашу пекану, которая спекала нам булочки, такие румяные, вкусные. У нас была такая ароматная булочка и чай. Мы закончили 4 класса, а потом где учились? Так, после 4 класса мы переходим в Новобездовскую среднюю школу. Как вы туда добирались? Ну, добираться было очень интересно. Мы ходили 5 километров пешком. Но прежде чем выйти нужно было с поселка Вилюя, мы собирались все вместе у клуба. Потом собирались их толпой и шли по хорошей красивой тропинке. А там были и руины, и безогрожие были. Но нам было настолько так интересно. Там были березки, муравьи, сосны. Мы с таким интересом шли. Веселый, дуревой. Если вдруг была плохая погода, то мы могли разжечь костер. Но за это потом нас показывали в школе, чтобы мы обрадовали на уроке. У вас были какие-нибудь стеснительные моменты, которые вы сейчас стесняетесь вспомнить? Нет, я не стесняюсь. Мне до сих пор иногда обидно за свою учительницу, которая была в первом, втором, третьем, четвертом классе. Когда-то мы, в общем, была переменка, мы баловались. Она не пришла на урок, потому что заболела. И вот мы такие слова кричали. Ура, наконец, учительница не пришла. И мы попечки. Это был такой момент, и вот до сих пор вспоминаю, она сидела за стеночкой, там у нее квартира была. И все слышала. И до сих пор мне стыдно. Но в тот момент, когда у нас была встреча наших учеников, то я принесла извинения. Вы знаете, Мария, мне так было стыдно за эти слова, о которых мы говорили. Спасибо большое за интересный рассказ. Специально для новостной службы Камалдинова Олеся. Какие сюрпризы нам приносила природа на минувшей неделе? С чем была связана рассылка сообщений от МЧС? А также об экологических обострениях в городе и его окрестностях расскажут наши корреспонденты. На прошедшей неделе в утренние часы Нижний Тагил окутывался в густой туман, будто мягкая облака спустилась на город. Делевья, стоящие возле пруда, казалось, нависают над пропастью. В этой туманной глубине, готовясь к перелету в теплые края утки, спокойно плавают под тихой гладью водоема. Невероятная тишина и покой в туманные утренние часы создают ощущение покоя и умиротворения. Автомобильный поток, пробивающий сквозь туман, возвращает жителей города к реальности, заставляя быть более внимательными на дорогах. На минувшей неделе предупреждение от МЧС в виде СМС-сообщений пригодилось о следующем содержании. До 13.10.2017 в Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания временных примесей в воздухе, ограничения пребывания на улице и поездок на автокаппорте. И это неспроста. На прошедшей неделе жители города наблюдали над коксохимом ярко-желтые выбросы. Не секрет, что именно коксохимическое производство МТМК одаривает самый центр города ярким ореолом вредных выбросов. Это нелицеприятное дымовое извержение для города стало уже символичным, своеобразной визиткой города, наряду с такими досопримечательностями, как башня на Лисии горе, памятник Черепанову, завод-музей. Вот и сообщение МЧС не порадовало жителей Нижнего Тагила, напомнив в очередной раз о неблагоприятной экологической обстановке в городе. Куликова и Лена, специально для новостной службы в студии МОН-МАРТ. На сегодня это все. Если у вас есть, что рассказать нам, пишите или звоните. Рассказывайте об интересных новостях и происшествиях, и о них узнает весь город. В студии для вас работали Алина Печулина и Алина Терев. Смотрите нас ровно через месяц. До свидания. До свидания.